Весь мир видел выступление Петра Алексеевича Порошенко в Кнессете, где он сказал о том, что евреев притесняют в Крыму, что, в общем-то, очень все плохо у моих братьев-евреев. Меня это не могло оставить равнодушным, равно как и многих людей в мире. Я не знаю, кто писал для Петра Алексеевича эту грандиозную речь, но, однако же, мы решили поинтересоваться у самих евреев Крыма, как вообще там живется. Еще одно небольшое замечание. Если у вас найдутся другие евреи этого же Крыма, которые, возможно, подвергаются каким-то преследованиям, милости прошу, пишите обязательно, я представлю и их мнение тоже. Добрый день, представьте, пожалуйста, как вас зовут и какую организацию вы представляете. Гендин Анатолий – председатель общественной организации региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым и председатель местной религиозной организации общины прогрессивного иудаизма «Нертомит» именем этой синагоги, в которой мы сейчас находимся. Эта синагога была построена в 1893 году. В 1930 году ее отобрали, а в 1994 году нам ее снова вернули. И мы ее название оставили прежде – «Нертомит» – «Вечная свеча, вечный огонь». Без сомнения, вы слышали выступление Петра Алексеевича Порошенко в Кнессете, где он говорил, что антисемитизм за последнее время разжигается и евреям угрожает большая опасность в Крыму, что их практически преследуют или начнут скоро очень преследовать. Что вы можете сказать по этому? Вы знаете, я несколько раз бывал в Кнессете. Это здание, где связь с еврейским народом, со всей его историей. И в этом здании как-то сама ситуация заставляет тебя говорить правду. А ложь в стенах Кнессета – это просто несовместимо. Я, конечно, знаком с полным выступлением президента Петра Порошенко в Кнесте. Это большая часть ему была оказана, что ему дали слово в здании еврейского парламента. И первая часть его выступления, ну, было нормально. Он приехал укреплять связи между украинским народом и Израилем в сфере культурных связей, торговых, промышленность. Это нормально. Но вторая часть выступления – это было самовосхваление себя, попытка переписать историю. Интересно даже, что переворот, который был насильственный, государственный в феврале прошлого года, он назвал революцией достоинства. Ну, ну как это? Ну, ни в ворота не входит. А потом он перешел к жизни в нашем Крыму. Он очень обеспокоен судьбой национальных меньшинств Крыма и, в первую очередь, евреев. Я так понимаю, что если бы он выступал бы в Бундестаге, он то же самое сказал бы про национальные меньшинства немцев. Он бы точно так же был бы о них обеспокоен. Но здесь он был в Израиле, и поэтому он очень обеспокоен, что евреев могут ждать репрессии, так как за последние полтора года у нас увеличился, по его словам, антисемитизм, и даже поставили памятник Сталину. Ну, Петр Порошенко немножко лукавит в этом плане. С одной стороны, да, поставили. Но где поставили? Поставили в Ливадийском дворце. А те, кто хоть немножко знает историю, знает конференцию, знает заключение союза между Америкой, Англией и Россией, и там стоят статуи, бюсты не только Сталина, но и Черчилля, и Рузвельта. Это же наша история. Там были портреты, сейчас есть статуи. Ну и что? Все нормально, это наша история. Вот. И я хотел бы остановиться на том периоде, который мы пережили за последние полтора года после референдума. Я считаю, что те 23 года, которые он был под Украиной, он не развивался. Посмотрите, какие у нас были дороги. Посмотрите, как у нас обнищали села. 11 сел я проехал, посмотрел. Совершенно пустые в Крыму. Но у нас закрывались заводы. Такой большой завод, как телезавод, на нем трудилось 12 тысяч человек. За эти годы осталось от 600 до 800 человек. У нас закрылись военные предприятия. У нас был центр слежения за космосом в школьном. Крыму. Один из лучших в Советском Союзе. Его разграбили, его распродали. Ну, нельзя же так было относиться к Крыму. Крым был, как бы, на последней стации, вот как у нас в экономике и в другом, образование и здравоохранение по остаточному принципу финансировалось. Вот так Крым финансировался по остаточному принципу, по отношению с остальными округами Украины, регионами Украины. Ну, во-первых, у нас 23 года назад был создан Межконфессиональный Совет Крыма «Мир Дар Божий», куда входят традиционные религии, в том числе и иудаизм. И все сложные вопросы мы всегда решали на Совете. Совет продолжает работать, и за эти полтора года наш Совет Межконфессиональный уже встречался и с главой администрации города несколько раз Бахаревым, и с председателем Совета Министров главой республики Аксеновым. И у нас даже в августе была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Когда он был в Ялте, он пригласил и Межконфессиональный Совет, и региональных представителей национально-культурных автономий. И вот так вот мы сидели за одним столом, как сейчас сидим с вами в Ялте, и каждый председатель имел возможность выступить. Президент записывал вопросы и мгновенно на них давал ответы. А те, которые требовались решения, были его помощники из администрации президента, они эти вопросы записывали, и они были решены. То есть у нас появилась возможность решать наши национальные и религиозные вопросы непосредственно с властью. То, что мы не можем решить сами, то, что мы не можем решить на местном уровне, у нас есть возможность решить на республиканском уровне и даже на федеральном непосредственно с президентом. А раньше такой подход был? Вы так удивлены? То есть раньше такого не было, как я понимаю? Вы знаете, что за времена украинской власти в Крыму у меня не было ни одного такого круглого стола с президентом, ни с одним из президентов Украины за последние 23 года. Ни одного? Да, были еврейские конгрессы в Киеве, на которых присутствовало полторы-две тысячи человек евреев с разных регионов Украины. Да, заходил президент на 3-5 минут, приветственное слово, двум тысячам, и он уходил. А вот такой прямой диалог с президентом. Ну вот больше всего взволновало и меня, и, я уверен, всю мировую общественность заявление о том, что скоро начнут преследование, что вот практически там, ну вы понимаете, с чем он сравнил, что посадят в эшелоны и вышлют практически. Вы знаете, что у нас за этот промежуток времени было несколько круглых столов, включая прокуратуру республики Крым. Плюс круглые столы с представительством президента Российской Федерации в Крыму. И на этих встречах перед нами была поставлена непосредственная задача, какие у нас есть вопросы, какие у нас есть проблемы, и есть ли случаи антисемитизма на бытовом или на другом уровне. То есть эти вопросы решаются на государственном и на федеральном уровне, и к ним пристальное внимание как со стороны прокуратуры, так и со стороны силовых структур. Они наши помощники в этом деле. У нас есть прямые телефоны с людьми, которые должны обеспечивать нашу безопасность. Это прокуратура и ФСБ. И нам дано право в любой момент, дня и ночи, если есть какой-то случай, если есть какое-то поползновение, притеснение, непосредственно обращаться в теловые органы для нашей защиты. То есть мы не чувствуем ни антисемитизма у нас в Крыму, ни какого-то расового притеснения, или на религиозном уровне. Если вы помните, то где-то 28-29 февраля 2014 года на стенах нашей синагоги в 4 утра один вандал написал антисемитские надписи, нарисовал свастику и написал смейджедам. Тогда возбудили уголовное дело, а потом его спустили на тормозах. Не нашли отказной материал. Прошел год. Прокурор республики Поклонская отменила отказ и возобновила дело на новое доследование. И через некоторое время я получил известие, что задержан молодой человек, 20 лет, который занимался поджогом мечети и рисованием антисемитских надписей на нашей синагоге. Когда его спросили, почему ты это делал, у него был заказ с Украины по мечетям, чтобы возбудить... Межнациональную рознь, да. ...больной вопрос крымские татары, что их притесняют, вот поэтому он занимался поджогом мечетей. Появляем он сказал, да, я их просто не люблю, поэтому я... Это как его инициатива была, перелить через двухметровый забор и в 4 утра граффити нарисовать эти надписи. Но сейчас ведутся следственные мероприятия, его возили на место, он показывал, как это все делать, он создался, он пошел на сделку со следствием, то есть не идет в отказ, а признается в тех преступлениях, которые он совершил. Но я думаю, что мало он сидит за эти вещи, не будет, так как в Российской Федерации очень суровые законы в отношении тех, кто пытается разжигать межнациональную рознь. Поэтому мы живем тут совершенно спокойно, и господин Порошенко может не волноваться ни за еврейскую общину, ни за другую, любую другую общину, потому что в Крыму проживают 175 национальностей, и мы привыкли жить в мире и дружбе. И никогда у нас в Крыму не было межнациональных конфликтов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok